Я предлагаю сейчас Тонго, хозяина ночного клуба Хайв Да, мы уже начали Ночного клуба Хайв я предлагаю отправить на облака Прямо сейчас Давайте пообщаемся Тонго? Ты в Тонго, да, уже пошел? Надо пообщаться, да Оля, закрытый клуб, Лауай Либо ты показываешь мне карту, либо я тебя не пропущу Хочешь сказать, что я должен заплатить, чтобы попасть в это заведение? Нам нужно поддерживать репутацию Не знаю Нельзя отпускать кого попало Только кого попало с деньгами Разовая покупка или каждый раз? Разовая Разовая? Согласен или нет? Тысяча кредитов? Нет, не буду платить Пошли нахуй тысяча кредитов Нет, это может быть один раз, можно купить, потом ходить Нет, так и есть, но я не хочу платить эти деньги Я найду, как в клуб пролезь, другим способом Не хочу я на эту тысячу тратить Не хочу, я жадный Дженсен Жадно-богатый и скупать Дженсен с охуевшей зарплатой В шариф индустриум Да-да Эта зарплата просто охуевшая Так, я уею Так, ну ладно, что греха таить-то Погнали разбираться Лазейка-то беспалевная, нифига себе Тут тоже какая-то лазейка-шмеечка Ладно Опа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ... Заходим, ребятня Я полагаю, что мы уже почти внутри клуба, так, не получается вламывать систему, коды к панелям и компьютерам иногда можно найти в электронной почте и карманных секретарях. Ну, спасибо за информацию, а вот мы уже и в клубе, класс. Кабинет хозяина клуба, говорит, в старом подвале находится, да еще и в вонючем. Замечательно. Подвале значит что? Да, в старом, да еще и в вонючем подвале. Слушай, ну клуб клубом. Думаю, с барменом пообщаться первым делом. Во-первых, надо доказать что-нибудь выпить, это приличие, да? Чем могу помочь? Да, только за фото не заплатили, но мы хотя бы... Да, я возьму Феникс. И розового Феникса. Вот и как. Разбирайтесь, значит. Превосходный выбор. Вот, прошу. Ну, давай про Тонго спросим. Чем могу помочь? Я ищу Тонго. А-а-а, все ищут Тонго. Загляните в вип-зал выше этажом. В вип-зал выше этажом Тонго зависает. Че, какие тут подозрительные какие-то шрамы, мыжные че эти. О-о-о, всем надо! Тонго! О-о-о! Можно с местным барменом пообщаться А, менеджер Работаете здесь? Да Можно и так сказать Отлично, мне нужно видеть ваше начальство Серьезно? Ну, прошу прощения, Лау Вай Но сегодня Тонксихонг никого не принимает Послушайте, я не для того пересек полмира, чтобы услышать отказ Сделайте одолжение нам обоим, скажите, где он? Или что? Вы сойдете с ума от ярости и начнете крушить стены с этими вашими железками? Это место не зря назвали уни Тысячи, тысячи рабочих пчел появятся со всех сторон, чтобы остановить вас Ничего вы хотите от господина Тонга Я ищу человека по имени Ари Ван Брюген Он специалист по кибербезопасности Вы его знаете? Первый раз слышу А что он натворил? Девицу отбил? Или деньги у кого? Он не справился со своей работой И теперь скрывается от тех, кто нам Наверняка вы уже все знаете У господина Тонга работают далеко не дураки И это первое место, куда человек вроде Ван Брюгена побежит за помощью Так что хватит зря тратить мое время Просто отведите меня к Тонгу Так Еще наоборот, Юбыша Это вы зря тратите мое время Ван Брюген мелкая сошка Тонг знает Просто ему плевать Он беспокоится о вещах по-настоящему Так Так Думаете, я в это поверю? Из-за мелкой сошки не было бы такого шума Биллтауэр не ловит кого попало Ван Брюген допустил серьезный пробок И вряд ли Тонг не обратит внимания на такой поворот санматик Так А вы умеете чем править? Угу Да Тонг внимательно за всем следит Как вы сказали, он не глуп Знаете, Ван Брюген не просто хакер Он обучался в контрразведке У него есть поддельные документы, защищенные банковские счета, убежище по всему миру Он уже покинул остров И даю слово вам и умеете Так Интересно, интересно Активируй феромоны влияния Давай Давай, давай, давай Тип характера-то какой-то, понятно, блин Уверенция практичность, зависть Жажда наживы, будучи в игривом настроении, не способна к разумному разговору Обаяния С бетами можно договориться, а вот Омеги со своей низкой самооценки реагирует склонны до давления Омеги склонны выступать под давлением Миротворение, наверное, хотя Жажда наживы, что-нибудь есть там? Да нету ничего Видите вон того делохранителя? Если вам так нравится издеваться над чужеземцами, получше тренируйте своих людей В нем все кричит о том, кто вы такой, господин Тонг А теперь нам, пожалуй, стоит уединиться, если, конечно, вы не хотите, чтобы все узнали о ваших секретах Ё-моё Нихрена себе, Джонсон Ладно Ладно Ты прочитала, да, что он ему сказал? Нет, я уже прочитала, где он уже мистер Тонг Он сказал, видите того телохранителя, вы, типа, рассказывайте кому-нибудь другому, кто такой Тонг Красноречие 1000 очков дали Свидимся у меня в кабинете Да базара нет, Тонг Берутяг Берутяг, да Кстати, ну давай на радости посмотрим сколько проаксиса у нас Три проаксиса Три Ребята Так Я хочу качать броню А легкие, легкие не хочешь качать? Давай одну легкую Легкие Одну И шумность еще Давай по одному Давай на бесшумность один 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 Сейчас Сейчас Слушай, я без шумности вообще принципиально не хочу качать Что, броню хочешь, да? Да А, два для активации Ну и все Все Ну и вот еще вот это можно купить У нас один Ну нормально Нормально Просто, ну, как бы Просто батарейки не будет хватать на все это дело Кстати, а почему не появилась эта броня? Ладно, с этими совсем примочками потом разберемся Что-то много звуков влевых очень, конечно Там надо летсплой выключить, чтобы хорошим И обалдимся Ну да Так, ну а мы тем временем Пойдем, да и запройдем в кабинет к Тонгу Таксик Ну так-так-так Ну один охранник здесь Ни видеокамеры Вообще Ничего нету Угу Вот он Тонг Здорово, Тонг Что, поговорим? Так, ну у меня тут тоже не камеры у Тонга, ничего нету По-хорошему я могу реально горохнуть сейчас и все Так вот, теперь мы можем поговорить с глазу на глаз Не хотите рассказать мне, на кого работаете? Тогда я подумаю, что вам ответить насчет Тонглюгена Вам название Шариф Индэстрис ничего не говорит Шариф? Это же та американская компания О ней давно еще все газеты писали Она все еще существует А почему нет? Смотрите новости почаще В последнее время в биотехе куча компаний развалилась Особенно производители модификаций Ван Брюген Вайлесгарден Капсула 301 Дыра страшная, но бывает очень полезная Досмотрите, оставьте его в том же состоянии, в каком найдете А если нет? Смотрите сами Уверен, ваши импланты будут неплохо смотреться на ком-нибудь еще Не угрожает мне сейчас, скотина Ну ладно Отель этот Капсульный отель Капсула 301, он сказал Уходим отсюда Малик Явуги Ты была права Тонг помогает Ван Брюгену Он спрятал его где-то в Элесгарден Так и думано Хакер, который умеет обходить корпоративную защиту Будет для 3А ценным кадром Я как раз неподалеку Дженсен Мне вмешаться? Нет, не рискую зря Сейчас туда направляюсь Так, ну все С Тонгом мы в принципе вопросы все решили Можно сваливать отсюда спокойно Крубешник не плохой Только я не вижу где у них колонки весят Колонок то нету Ну диджейка Можно диджейку глянуть Нормальная диджейка с пепельничкой там со стаканчиками Все как надо, а вот мониторы в диджейке Ну а в самом клубе то где звук то? Непонятно, да? Ну ладно Уже уходишь, крутой парень? Тебе стоит прогуляться до бара и заказать выпивку Возможно у Бобби найдется кое-что для тебя Бобби? Это бармен Ну то есть настоящий бармен Да я уже заказал О, точно, ошибся Вы мелкие сушки все на одно лицо Не отличишь одного от другого Осторожней, приятель Ты же не хочешь помереть Так и не очистив ржавчину Со своих навороченных селезок Ну вот так как вам будет Ты сдохнешь Ну я им люлей дал и смотался Козлы тупые Просто Он мне нам не угрожать начал Ну Ну все Вопрос из черта Весело, ничего не скажешь Купи легкие Купи легкие Автоматическая Дополняет 2 секунды быстрого бега Это очень полезная штука Когда ты вот эти газовые бросаешь Чтобы самому как бы Самому и потом надо глаз качнуть Чтобы ослепляющий себя не ослеплять Так Найдите Ван Брюгена в Элисгарден Тонг прячет Ван Брюгена в отеле В районе Дягун В Нижнем Хенше Он называется Элисгарден Если я хочу знать кто Нанял этих ребят Мне нужно найти Castle 3 И поговорить с этим хакером Ок Так Ну побежали Сбегаем туда Отель Элисгарден Ой по моему там уже были Сейчас разберемся Здесь Элисгарден кстати А вот он Вот он Вот он Вот он Элисгарден Так А это что Элисгарден что ли все уже Так мы с этими сборщиками общаться мы не будем Ну мы пойдем сразу в отель Дженсен Я Я уже ухожу Малек что ты здесь делаешь Я же сказал сам разберусь Точно Просто Я ничего не делала Поверь мне Ван Брюген весь твой Погоди ка Чем не начинается Малек с своими бабскими проблемами Зачем ты здесь Да Ничего Ну слушай могут быть у девушки в своей семье Мы же все равно ночейные тут Угу А здесь тема реконсекс? Не знаю Пусть Уже отвечать надо, да? Угу Ой Заботливо Конечно Но я вижу что тебе что то не дает покоя И волнуюсь Что происходит Мне надо было Не хочу даже слушать Кои с чем разобраться Ради друга Она Такого не заслужила Я слушаю Хорошо Раз уж тебе так посвечило Да Это уже Помнишь я когда же так звала У меня была мужская другая Эверин Была мне как сестра Но С ней это было Весело жить Но потом Произошел несчастный случай Она Она погибла Прости Малек Подожди Дженсен дай закончить Я думала Я это пережила Но Сына кто у нас Я знаю Она не просто умерла Она начинается На базе На туда Курил ее парень Не жесть вообще Я знаю что У него с самого начала Были одни проблемы О Не хотела меня слушать Малек Спокойнее Если твою подругу убили Полиция бы что-нибудь заподозрила Провела расследование Вот и все Шмонг Расследования никакого не было Хорюнг Сказали что она упала с лестницы Словно это был несчастный случай Но травмы Ее смерть Ничего не совпадает Вот Все здесь Анализ пятен крови Пятна крови? Ты видела полицейский отчет? Да Друг оставил в капсуле копию для меня Я ее забрала Слушай это звучит дико Но по моему кто-то пытается замять дело Нужно только это доказать Если бы у меня были материалы вскрытия Которых так никто и не видел Я бы докопалась до истины Только Откуда у меня ощущение что я сейчас во что-то вляпаюсь? Слушай Дженсен Извини Я знаю что основная цель Ван Брюген И я тебе уже говорила что со своими делами я сама разберусь Просто Чем больше я об этом думаю Тем лучше понимаю что одна не справлюсь Я же просто пилот Я не детектив Но мне нужна правда Ой Малик 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 Да ладно принять Хорошо Ладно я помогу Что от меня требуется Мой контакт работает на протез Техник Судя по всему имеет доступ ко всей их базе данных Он хочет передать мне копию отчета о вскрытии Эвелин Значит нужно встретиться с ним и получить отчет Это все? Да но он ответит только на кодовую фразу Жизнь и смерть приходят в отведенное время И ответ его будет Почет и богатство Воля небес Боже Малик Это все как будто взято из плохого кино про шпионов Точно Он просто пытается обезопасить себя Не я же эту фразу выбирала Просто не забудь код и подыграй ему Найдешь его в холле клиники протез в Нижнем Хенше У этого парня есть имя? Понятия не имею Но он откликается на имя Мистер Икс Знаю знаю Мистер Икс Ладно Мистер Икс Что еще? Я в шоке вообще просто Все что касается Случая с Эвелин Газетные заметки Полицейский рапорт Данные из протез Все лежит в капсуле 0 Связной Мистер Икс Она говорит Малик Прикинь передумывай Мистер Икс Абсолют 9 я понял Принцесса цирка Сообщи мне Если будет что то новое Спасибо Я действительно Цена Устал я Греться Чужого Огня Но где же Сердце Что Полюбит Меня Я приехал В Прагу Исключительно Встреча Вместо того Чтобы выполнять задания Мы сейчас по каким то Маликовским делам Что идем на выход Закрыто 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 С собой дверцы Закрываем Синько Кайси Охо Хо, 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 хо На самом деле Пока Найдю Продавца Я ещё Ни одного Продавца Сэраном Хенши Не нашёл как вообще с этим жить можно непонятно как с этим жить кстати клиника протез здесь же ведь продавца даже не видать ну ладно мы сейчас дополнительным заданием Малки хотел сказать Фарида Малик разберемся и потом будем уже потом уже целенаправленно продавца найдем и разрулим как бы все это дело так пойдемте протез зайдем нормально тут чувачилок курица стоит мы не положим вместе курица волчь так где он тут так ну это телочка ну вот он да странно клиника протез серьезная клиника чувак какой-то в рубашке в кепке непонятка мистер икс ты не видишь я занят приставай к кому-нибудь еще жизнь и смерть приходят в отведенное время что почет и богатство воля небес отлично так и что теперь тихо у них везде глаза и уши встретимся у выхода из клиники поверни налево от входа и спустись по лестнице я тебя буду за углом ждать так ну пойдем поговорим ну проблем ну проблем ну проблем ну проблем что это не молочко но возможно выключил это где это гайд гуит как он правильно гайл гайл ну гайл поделился с каким-то ним давай сюда рад видеть что они прислали профессионала взаимно я конечно ожидал увидеть нечто иное мне вообще сказали что придет девушка как я могу быть уверен что ты не двойной агент какой-нибудь очень может быть что это все просто хитрая подстава слушай мистер икс или как там тебя без обид но у меня нет на это времени просто дай мне то зачем я пришел и я пойду дальше да да вот он тут у меня отчет о вскрытии эвелин кармайкл забирай благодарю я полагаю этой информации найдется достойное применение в наше время ответственность и справедливость встречаются как никогда редко к сожалению печально но этот великий город бывший некогда плотом реформы и прогресса в битве с коммунистическим режимом сдается под напором бюрократии коррупции коррупции столь типичный для западных держав как скажешь теперь если ты не против я двинусь дальше ну и остается вопрос моей оплаты мы остановились на сумме в тысячу кредитов вроде бы правда же ни хрена себе он гонит тысяч кредитов просят таки да чувак ты чё маленький совет если хочешь выбить из кого нибудь деньги не давай им то что им нужно пока не получишь то что тебе причитается что такое что то есть ты не собираешься платить но я всем рисковал доставая для тебя этот файл считаю что ты приобрел бесценный опыт ты ах ты мерзавец ты еще пожалеешь когда-нибудь помяни мои слова увидимся икс да нет мы так не договаривались мы так не договаривались что я ему должен каких-то денег там давать вот и все так прикол в том что я в тупик забежал я забежал в тупик так все от полицейских я умотал куда дальше неактивно мне удалось получить ответ от вскрытия Эвелин от Пистер Экс думаю мне нужно его прочесть чтобы иметь сделку так ну отчет надо почитать убежать начал подальше я только что получил результаты вскрытия в организме Эвелин ни алкоголя ни наркотиков время смерти не соответствует истории Ли она умерла от травмы головы но улики на месте преступления не совпадают с характером раны я знала это не мог быть просто несчастный случай кроме того Эвелин была беременна Малек я здесь я мы не можем спустить ему это с рук Дженсен он виновен иначе и быть не может ты можешь попасть в его квартиру и что сделать найди улики найди хоть что-нибудь отправляю тебе координаты свяжись со мной когда окажешься на месте так квартиру Ли надо отправиться там что-то какие-то улики размутить ну пойдем разрулим сейчас все улики какие проблемы то ну а тому чуваку платить я не должен был мы не договаривались там он в последний момент с меня почему-то попросил какие-то деньги непонятно вообще за что так а зачем я сюда-то вообще пошел я вроде сюда правда указатель показывал сюда идти ооо это бред какой-то в этом хеншай у меня происходит не любил китайские вот эти разрулы вот не любил никогда эй не подскажешь где здесь можно затариться может как насчет конфет затариться да вооо наконец то ты покупаешь или продаешь я делаю и то и другое взгляни на компьютер и увидишь сам ну давайте сначала продадим лишнее так пистолет полимерно на всякий случай оставим так пистолет полимерно на всякий случай оставим вот батончик есть набор размер снарядов повышение скорострельности боевая винтовка снайперка пистолет пепс дробовик минная основа газовая граната оглушающая да ни хрена нету батончиков ааа батончики это в клинике протез наверно продаются сейчас туда сбегаю возвращайся в любое время сейчас мы чего чего батончик надо затарить точно 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 слушай как это я так тупаную сейчас мы сбегаем туда сейчас все будет там же все покупается продается точно а мы ищем да я только возле клиники протез там беспорядок устроил ранил чувака электрошокером меня полицейские стреляли а я от них в наглую убежал просто в наглую ну вот этот чувак валяется кстати а вон тот полицейский ходит все утряслось все забылось уже все успокоились вот он вот он ударил да он уже не помнит похуй на меня вообще у него память на 2 минуты или на пол минуты память ой давайте разрыв да мда ну что к девчонке подойдем процесс интернешнл приветствует вам вы постоянный клиент может выбрать в компьютере что вы хотите да и давайте в компьютере выберем что мы хотим боеприпасов для тайфуна да нам хватает так слушай да нет у них ничего а банка гипостима что я забыл а это здоровье добавляет ну и все у них еще 2 баночки 2 баночки да гипостима и тайфун тайфун у нас есть мы им редко пользуемся не пользуюсь почти ну и все из-за двух банок 2 банки все восполняют ммм да 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 мы кстати одну банку сейчас сожрем вот ааа 4 вся еще 5 есть дааа да видишь одна не заполнился так что там квартиру надо найти да Малек сказал у этого чувака какого-то Ли Ли да пойдем в квартиру найдем но правду единственное что не помню где там квартира он находится активно так перед смертью Эллин Кармайк Иллахэль с человеком по имени Ли Гон Малек невысокого о нем мнения она дала мне адрес его квартиры не совсем понимаю что она хочет чтобы я там сделал но я разберусь без проблем где хата его на уровень выше да шанхайское правосудие да да короче черт знает где вообще так а отсюда-то можно как-то туда попасть нет так тут у нас вот переходик на метро на метрохе доехать может так быстрее будет поехали прокатимся в городских районах можно получить надпись была получить дополнительные задания если поговорить с правильными персонажами да по всем домам пойдем что пойдем на дополнительные задания мы сейчас идем туда квартиру к нему нет потом после этого а после этого у нас дополнительные задания нет можно в принципе погулять поискать правильных персонажей да нет не платишь ну что-то нам не кажется ну вполне возможно да что-нибудь найти можно будет так я по-моему туда-сюда хожу тупила какая-то опять жесткая начинается как обычно у меня вообще почему-то две метки с заданиями у меня вот этого как бы не пойму куда идти-то сюда что-ли это где-то вообще в жопе какой-то квартиры там мало нет это он опять меня вывел сюда к этой клинике блять это вообще чушь это основное задание мне нужно дополнительное а вообще другую сторону ой блять ну вот этот вот этот вообще конечно даже туда-сюда просто бегаю хуйню какую-то занимаюсь прохождением блять называется тоже мне прохожденица ну ладно сейчас пройдем так что мало не покажется сейчас с квартирой будем поступать очень красиво в отместку за эти тупники очень красиво будем поступать надо надо Вася надо так что-то я не понимаю что за гон я захожу сюда он мне показывает что обратно надо ты вообще не понимаешь что за прикол я так никогда что-ли не найду эту штуку где же это находится то в какой жопе мира что ли это вообще нет жилой район надо на крышу подняться я понял на какую нибудь на любую вообще крышу подняться и будет оттуда понятно все вот это уже попонятнее становится атмосфера так так а что сейчас все закрыто так ага а вот она лазеечка по ходу дела а вот она и хата этого подонка и вот и дома нет я надеюсь так начинаем взлом отлично отлично так заходим никого нет малик я в квартире лей похоже тут никого нет черт ладно слушай лень недостаточно умен чтобы заметать следы посмотри по сторонам может найдешь что-нибудь подозрительное так малик просил внимательно по сторонам посмотреть но я что придерживаюсь какой стратегии то я просто в прошлый раз когда обыскивал чью-то квартиру в самом начале игры туда пришел чувак мальчик я нашел бейсбольную биту она чистая словно ее только что вымыли возможно ли смыл с нее кровь эвелин у меня та же мысль но я не уверен что рана была нанесена именно ей продолжаю искать здесь наверняка есть что-то еще и и сюда милку одну положим хотя нет это плохое место переложим на пол вот я думаю так место хорошее теперь можно спокойно улики поискать так первым делом компьютер ну то не то не захватываем все и вот эту штуку тоже Так, что у нас там, привет с телесным здоровым, привет Лид, твой отец просил меня переслать это тебе, это квартирный отчет об инвестициях семьи в протез по скрипту, но я все еще жду финансовых отчетов с компанией Белл Тауэр, они удивительно скрытные, когда доходят до бизнеса, но этого можно было ожидать, в конце концов это частная компания, и все же учитывая размер фондов твоего отца, думаю они пойдут нам навстречу. Стоит на пятницу всю сель, целую Дона, прогресс телесного здоровья, кацин протез, сэрендом, бала-бала, компания докладывает о финансовых результатах К4-27, превышающих ожидаемые уже в течение четырех кварталов, мы ожидаем, что акции будут падать в цене в течение следующих нескольких недель, и рекомендовали бы вам, инвесторам, переменить с агрессивной скупкой акции до снижения цены 145 на 149 за акцию. А, да, до 145 на 149 за акцию, понятно. Оценка наш целевой коэффициент по акциям компании 25-20 крат относительно фискального расчета на 29, 12,37% за вычет 12% за год, или нашей оценки рыночной цены фондов примерно 12 кредитов за акцию наличную. Мы достигли своей целевой цены на 2028 год со 165 и поддерживаем покупной рейтинг на акции компании Random Walk, ЛТД, фондовое исследование. Это сообщение предназначено для внутреннего использования получателей и может содержать конфиденциальную информацию, не подлежащую разглашению. Любое использование этой информации разглашения распространения без разрешения запрещено. Если это сообщение пришло к вам по ошибке, пожалуйста, свяжитесь с отправителем по электронной почте и уничтожьте все копии оригинального сообщения. Random Walk, ЛТД сохраняет и проверяет всю исходящую и уходящую корреспонденцию, она может быть бла-бла-бла-бла-бла-бла. Насколько полезна информация вообще? Зачем это? Непонятно. Какой контент для взрослых? Непозорно, сын мой, в последнее время твое поведение было недостоинным. До сегодняшнего дня я делал все, что в моих силах, чтобы поддерживать и защищать тебя. Но вот мое терпение истощилось. Если ты не изменишь свой возмутительный образ жизни, у меня не будет другой выхода, кроме как вычеркнуть тебя из жизни компании и семьи. Что означает больше никакой финансовой поддержки или защиты. Своим блудом ты позоришь всех нас с уважением. Отец твоя, мать здорова, но она зачарована и советовала тебе извиниться перед ней. Пришли ей цветы. Маленький. Похоже, Гон старший был недоволен поведением младшенького и пригрозил, что лишит его наследство, если тот не прекратит ходить по бабам. Похоже, он считал Эвелин недостойной семейства. И он знал, что она была беременна. Не верится, что Ли мог совершить подобное просто ради денег. К вопросу денег. Да мог. Семья Гон вкладывала деньги и в Белтаур, и в протез. Это объясняет отказ от расследования и попытки замять дело. Я тут еще погуляю. Может, что-нибудь еще найду. Привет, Ли, детка. Не терпится тебя увидеть. Но я застряла на работе. Я знаю, знаю, прости. Ты не пожалеешь, детка, обещаю. Встретимся в Улье. Хорошо? Только не начинай развлекаться без меня. Сегодня ты мне нужен весь. У Ли? Можно было догадаться, что Ли будет там. Это для него считает второй дом. Подожди, ты это слышала? Прости, Дженсен. Мне тоже не нравится вот так вламываться в твои дела, но это важно. Кроме того, у меня есть идея. Когда закончишь осмотр квартиры Ли, направляйся в Уль. Выйди на связь, когда доберешься. Еще раз все осмотрю, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Нормально, нормально. О, часик. Думаю, я нашел вероятное орудие убийства. Сломанные часы. Стрелки примерно соответствуют времени смерти Эвелина. Совпадение? Не похоже на совпадение. Ты действительно думаешь? Если Ли так глуп, как ты говоришь, то может быть. Для точного подтверждения нужен будет лабораторный анализ. Но... Ладно, хватит. Теперь я направляюсь в Уль. Вряд ли мы найдем здесь что-нибудь еще без бригады медэкспертов. Звучит неплохо. Так... Ну, в принципе, что, никто не пришел. Наверное, можно Минки забирать обратно. Точно, да, тут ничего нет? В душе помыться нельзя. В шкафу взять ничего нельзя. Может, под кроватью? Нет, нет. Ничего больше нет. Хорошо, уматываем отсюда. Но все, можно теперь смело бежать в Уль. Так, Уль, Уль. Где у нас тут уль это находится? Так, нет, там парковка. Эта уль, по-моему, у нас вообще находится... Где-то не здесь. анализация опять хреново ориентируюсь все равно нам туда надо куда-то туда ну а сюда можно сбегать станция метро ну а где улья то ничего не понимаю короче поехали на метролог чувак какой-то валяется бомж что ли? так лимп лимпо пимбо а вот это юнг медикаль здесь прям да здание интересно интересно чувак тут валяется все до сих пор который хотел денег на нас нагреть сволочь жадная а все я походу понял как кулею выбежать здесь вот сейчас выбежем отсюда выбежим отсюда вот он ульей хорошо хорошо так через главный мы не пойдем мы же там с чуваками подрались на выходе в прошлый раз уйдем да и обойдем с нашей лазеечкой вот с этой вот красивой лазеечкой хорошая такая симпатичная заходим хорошая такая лазеечка симпатичная такая самая правда лазеечка никто кроме нас ею не пользуется а может быть и кто то пользуется тихаря когда мы на работе малик я в улье какой у нас план найди лиф и поговори с ним ты должен убедить его в том что знаешь что именно он сделал севелин и почему если он решит купить твое молчание то фактически сам затянет петлю на своей шее я буду слушать здесь автоматически за очки даются да короче малик сказал этот чувак наверху пойдем наверх его шантажировать жестко лилюн миллион какой то там как он выглядит хоть ладно сейчас разберемся по ходу делу вот какой чувак сидит в одиночестве ли тебе нужно мой блестящий дружок лигон этот но может так может и нет тебе то что я хочу поговорить об эвелин кармайкл все отвали я вам уже все рассказал что знал успокойся я не из полиции я работаю самостоятельно можно сказать что специализируюсь на делах вроде твоего если ты не из полиции то какого хрена пристал простое предложение я показываю доказательства того что ты убил эвелин а ты платишь мне два с половиной миллиона чтобы это доказательство исчезло два с половиной фигня ничего у тебя нет на меня и хрен ты что от меня получишь сильно советую подумать еще раз а я сильно советую валить отсюда пока цел пока ты мне доказательство не предъявим разговора не получится начнем тогда с полицейского рапорта я знаю что твоя история не совпадает с уликами на месте гибели эвелин водка и почему это ну не стыкуется потому что анализ пятен крови из раппорта ни с чем не стыкуется то есть эвелин получила травму еще до того как упала с лестницы но и это нифига еще не доказывает проблема есть не только в материалах следствия но и в твоих показаниях для начала ты соврал о причине по которой эвелин упала с лестницы ты сказал что вы оба пили до несчастного случая и эвелин упала поскольку была пьяна мы оба знаем что это чушь да блин это в новостях было соответственно улики не совпадают твоя история явная ложь ты ее убил но как забив ее бейсбольной битой которую ты держишь у себя в квартире всегда под рукой да правда подобно ага как и всякому преступнику тебе требовалась мотивация чтобы разжечь твою ярость что она тебе такого сказала что ты решил ее убить она сказала тебе что беременна и ты запаниковал осознав что твоя легкая жизнь может подойти к концу ты набросился в нее как мы не можем теперь заключите почему полиция так и не начала расследование смерти эвелин как убийство потому что следы заметала твоя семья один из самых богатых и влиятельных кланов Шанхая чье же молчание они купили полиция с самого начала ты знал что полиция никогда не сможет до тебя добраться пока тебя прикрывает твоя семья что за хрень иди ты я могу помочь тебе ли но у всего есть цена так мать твою просто не верится я тебе заплачу приятель заплачу нормально что тебе от меня надо подробности расскажи мне как все было и будем от этого плясать я я не я не знаю эвелин тупая курица она собиралась все разрушить я я не хотел ее убивать ясно но она не затыкалась все про нас про ребенка я ее ударил просто хотел чтобы она замолчала но тут эта дура начала психовать я еще ударил ее и так пока она не перестала орать ну когда я понял что я натворил я запаниковал она едва дышала так что я дотащил ее до лестницы и ну сбросил нужно же было чтобы все выглядело как несчастный случай у меня не было выбора может чешку сделать она меня поймала и только деньги мои были нужны это был бы конец жизни мне нужно идти скорая станция сейчас я дойду до хакера хакера пройду и все и денег ты куда это собрался удачи ли Малик прошел скажи мне что ты все записала Дженсен боже я готова тебя расцеловать просто не верится что ты вот так выбил из него признание ну выбил конечно что бы нет ты определенно была права начать Ли парень явно небольшого ума ты пока не расслабляйся до того как признание нашего друга попадет в руки властей и СМИ мы займемся справедливостью по-шанхайски к кулью подключена одна контрольная панель ее нужно взломать сейчас я тебе сброшу координаты так ну вот она система улья да ну там охранник стоит ну че при нем прям взломать что ли так уже попросили мне кажется я только взломать начну что такое кипиш сразу случится ну так ну а как да ну можно и так да всем пофигу в этом клубе в этом клубе всем на все просто похрену взламываем систему окей малик взлом успешен проверяю сигнал ну уже давай все есть слава богу контрольные частоты в порядке загружаю и готово встретимся перед ульем у меня есть маленький сюрприз для нашего друга ли нормально встретиться с малик снаружи окей окей и все от сюда можно схожить Играет музыка Вот, возьми это Я хотела сама это использовать Но после всего, что ты сделал Думаю, ты это больше заслужил И что мы будем делать теперь? Мне тут надо еще кое с чем разобраться по мелочи Кроме того, отчет о вскрытии должен попасть в нужные руки Гоны на этот раз не отвертятся Признание Ли это уже серьезно Если добавить к этому результаты вскрытия, от обвинения ему никуда не теться Справедливость восторжествует Да, правосудие свершится Это точно Поболтайся тут еще немного Я приготовила заключительный сюрприз Для нашего друга Ли Так, что там Малик-то задумал? Ты смотришь на Улей? Да Сейчас что-то будет Че, она его взорвать, что ли, хочет? Два Малик, ты что, с ума сошла? Смотри Ё-ка, за мной Вот это жесть Я не хочу тебя убивать Ясно? Малик, напомни мне, чтобы я тебя не злил После всего, что ты сделал сегодня Для меня, для Эвелин Тебе придется очень постараться Да Бега Нормально Но мы же панели взломали эти Охранник стоял, стоял Я не знаю, я подошел его вырубил Совсем похеру Пошел, взломал систему Все Нормально Так, ну теперь можно спокойной душой бежать В этот, в Гарден, Шмарден И с хакером там решать вопросы С хакером сейчас быстренько разрулим Да и хватит на сегодня Период может, 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 еще Или потом в этом будет проходить Да, да, да Отдохнуть чуть-чуть Слишком много делал секса в последние дни Ну, реально Тогда я потом буду поработать У меня все твердые Ту-ту-ту-ту-ту Так, отлично Вот мы на месте Вот уже ресепшн А вот они, походу, эти капсулы Вон они, как смотрятся Слушай, прикольно Ну, типа гостиница капсулная Не знаю, сейчас посмотрим, что это Походу, дело Да где подняться-то, еркать моток Что-то вокруг долг Вот шатаюсь, мандаюсь А, вот лестница, я слепой Так, на каком этаже-то выше? Где-то выше, да? Да, где-то здесь Так, 302, 301 Забудь, чувак Ты не в моем вкусе Я к тебе по-другому вопросу, Ван Брюген Я тут кое-каких твоих друзей в Детройте встретил В Детройте? Все понял Ты от Шарифа, да? Ты там был, когда мне пришлось с вами То есть ты признаешь, что управлял кротом? Я хакер, чувак Просто хакер Самая моя дурная затея – лезть туда Сами Мельник, это были мои люди Если ты хочешь остаться цел, расскажи мне все, что мне нужно знать Спокойный, приятник Я ничем не обязан этой лживой стерве, которая меня наняла Особенно после того, как она повесила мне на хвост своих удальцов Тебе нужна Джао Юнь Жу Директор Тай Юн Медикал Тай Юн Медикал? Это же крупнейший конкурент Шарифа А как ты думаешь, как они достигли своего уровня? Джао не любит конкурентов, понимаешь? В ход идут хакерские атаки, шантаж и вымогательство Все, что угодно, лишь бы вывести врага из равновесия Ты не обижайся Но Шариф всего лишь последний в длинном списке А доказательства у тебя есть? В башне Тай Юн есть записи камер наблюдения Я их там спрятал на сервере на тот случай Если мне нужно будет подстраховаться Не лучше укрытия принимая во внимание, что ты там уже не работаешь Я не успел их перепрятать, началось веселье А теперь заниматься этим придется тебе Ты, конечно, не можешь просто так вломиться туда Нужна биометрическая карточка сотрудника А вот и карточка нужна, которая у меня есть уже, которую я спер случайно Смотри-ка, Мельник Карточка у меня есть Нужно только, чтобы мои данные подходили к ней Займись-ка этим Вот Прошу Биометрика Все, как ты просил Где мне искать эту запись? На сервере систем наблюдения в башне Тю Но с этой картой тебя пропустят только на фабрику в Нижнем Горде А как мне оттуда проникнуть в башню? Тут должен сказать потребуется некоторое мастерство Слушай, самое главное пробраться через панель Но ты же у нас способный? Я в тебя верю Так А когда я поднимусь? Окажешься в башне в Верхнем Городе Компер, который тебе нужен, находится в Центре Безопасности Вот здесь имя учетной записи и пара А теперь о моем вознаграждении Ёлки-палки Хакеры-то высадили Ой-ой-ой-ой-ой Не жечь-то что? Ты должен мне помочь, они меня убьют Из каких пор достала моя проблема? Да брось ты! Я же тебе помог! Дай мне, по крайней мере, ствол, чтобы я смог защитить тебя! Да, пистолет полюбит Ладно, хорошо Бери и выметайся О, спасибо, приятель! Я этого не забуду! Так Жесть Ну давай попробуем, интересно, так Так О, теперь убегаем Там, тут где-то один есть Ни хрена он Кто-то бежит Так Это толчки Где отсюда выход-то, ёлки-палки Под Не успела, не попала Опа Тут минки Выходим аккуратненько Минки забираем Так Еще минки Еще минки забираем минки нам не помешать грамотно они так расставлены тут прям беги не хочу прям и взрывайся на них двое двое в бронжилетах один готов и второй тоже готов здесь на что достаточно энергии может и услышать опа двое один тяжелый в броне оба один очень тяжелый готовьте ваша задница господа все это все глушащий гранат крутая штука и 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 Шаттл стейшн? Конечно, этот шаттл это как раз полет. Нифига себе, шкафчики не открываются. Ну ладно. Готов. Малик, что-нибудь слышно от Причарда? Я здесь, Дженсен. Смотрю на схемы здания Тай Юн Медикал. Прекрасно. Мне нужен доступ к терминалу систем безопасности в башне в верхнем городе. Ты вообще в курсе, что между тобой и верхним уровнем целый город? Да, знаю. Паньгу, есть идеи как туда пробраться? Для начала можешь начать подниматься. Так, что у нас тут в газетах пишут? Ладно, газета потом, что-то потом почитаем. Мы сохраняемся и выходим. Хватит. Продолжение следует... Продолжение следует...